Всем захотелось что-нибудь сладкого, а печь не охота. Ну и если кто-то для вас уже заранее заготовил слоеное тесто, мы все можем положить это в духовку. Можем? Можем и кинуть, а мы все можем. Значит так, сладкое тесто готовое, а крем легко и просто. Попросим товарища миксера для нас заместить, замешать, промешать. В комментариях помогите, я уже не могу. Anyways, миксер приготовит крем, духовка испечет тесто. Мы быстро все вместе соберем и будет у нас очень вкусный Наполеон с карамельно-конячным сливочным кремом. Вот идите думайте, такое длинное название крема. Но очень вкусный крем получается, особенно если выбрать хорошие ингредиенты. Хорошие ингредиенты у нас в ролях будет масло сливочное французское. Президент, который еще является еще спонсором нашей сегодняшней программы. Так что выбираем президент масло. И еще у нас в ролях будет уже готовый. Знаете, почему тут только очень малое количество такого сгущенного молока использую? Потому что готовый имеет очень крепкий карамельный вкус. Мне лично это чуточку мешает, поэтому я замешиваю с обычным сгущенным молоком. Чуточку уже заваренное молоко. Еще добавляю, конечно, если крем конячный, там будет коньяк, а если коньяк только армянский. И ванилин тоже в главных ролях. Ванилин придает любому сливочному крему такой приятный тортовый аромат. Все, больше ничего нам не понадобится. Сейчас духовку уже разогрела 200 градусов Celsius. Положу тесто в духовку и продвинулся вперед. Использую всего лишь один лист. Но если хотите сделать такой большой, огромный наполеон, используйте два. А по размеру, думаю, где почти, где стандартное, да? Тесто продают. Значит, 35 сантиметров длина, 37, окей. 27 ширина, но это совершенно не имеет никакого значения. Главное, чтобы было уже готовое тесто. И порежу на две части. По возможности, ровно. И очень важно, чтобы тесто было комнатной температуры. Если испекаете холодное слояное тесто, внутренняя часть не допекается. Не хотите. Хотите, чтобы все листы спокойно поднялись. И прокалывать не надо, потому что нам надо, чтобы тесто так хорошенько приподнялось, чтобы мы могли порезать середину и там тоже крем помазать. Вот так вот. Сейчас отправлю в духовку где-то 25-28 минут. Или пока тесто станет красивым, золотистым явлением. Вот так вот. Окей. Пока тесто испекается, сделаем крем. А крем состоит, уже сказала. Из масла сливочного комнатной температуры берите или готовые, или сами можете сделать сгущенку карамель. Я так называю карамельную сгущенку. Просто берете сгущенку, варите где-то 3 часа. И не забывайте добавлять туда, во время варки вода испаряется, да? Не забывайте добавлять туда воды, потому что если забудете, у вас будет очень карамельный ремонт. У меня в гараже этот дизайн уже существует. Так что если будете сами готовить сгущенку, make sure добавлять воду, когда варится. Значит так, сейчас масло, 200 граммов масла возьму. И одна пачка или одна банка сгущенки хватит. Но поскольку у меня всего лишь 2 треть карамеля, добавлю немножко обычной сгущенки. Пусть так и будет в этих американцах. Не знаю, как в других местах, но здесь вкус этого карамеля слишком как будто мешающий для меня. Поэтому я выбираю half and half делаю. Половина того, половина другого. Если не любите вкус карамели, добавьте в целую банку сгущенки карамельной. Добавлю чайную ложку ванилина и одну хорошую столовую, может быть 2 столовые ложки коньяка. И будет крем отличный, вкусный. Сейчас возьму масло. И действительно, это очень вкусное масло. Значит, здесь 198 граммов. Не считаем маленькие граммы за граммы. Сейчас хорошенько разобью. Ну, не разобью. Дам взбиться, чтобы он превратился в такую пышную, бледноватую массу. И тогда уже добавлю сгущенку и другие ингредиенты. Это обязательно. Потому что не хотите, чтобы крем у вас был такой тяжеловатый, пресный. А масло, если его хорошенько не сбить, будет пресным, да? Да, Генечка, ты говори. Мы понимаем, ты о чем. И пошел. И, конечно, не забываем время от времени остановиться. Хорошенько края как бы соскребеть. Я кинодианка так и не научилась, как этот процесс называется. Масло превратилось в белоснежную, более-менее пышную и легкую массу. То, что и нам надо в этой жизни. Сейчас добавляю коньяк. Потом добавляю ванили. То есть коньяк и ванили вместе добавляю. Потому что иногда, когда в самом конце добавляем коньяк, крем растекается. Или как бы вы это слово очень хорошо знаете. В комментариях напишите, пожалуйста. Но я тоже знала ведь. Знала, но забыла. Сейчас добавляю коньяк. И еще чуточку, минуточку размешаю. И ванили тоже добавлю. Видите, этот шеф больше не помогает, больше на стол не поднимается. А вы сомневались, что он вырастет и уйдет на отставку. Сейчас минуточку все размешаю. Добавлю сгущенку и крем готов. Видите, масло не растеклось. То есть не превратилось в ту массу, в которую мы не хотим, чтобы превратилось. Вы уже написали в комментариях. Это называется что-то. Но я пока не вижу. У меня нет такой возможности, чтобы и снимать, и видеть ваши комментарии. К сожалению, одновременно. Все сразу же добавлю в вареную сгущенку. Тоже на глаз всегда делаю. То есть если есть пол банки, пол банки добавлю. Если есть одна треть банки, очень сильный вкус у этой сгущенки. Не знаю почему. И потом уже мешать, чем пол банки это добавлю. И крем готов. На вкус можете попробовать. Если не хотите, чтобы очень сладкий был, по вкусу можете сориентироваться. Минуточку замешала. Сейчас края почищу. Почищу. И уже чуточку этой добавлю. Этого молока. На вкус тоже попробую. Я не люблю, когда очень сладкий получается. Хорошенько все вместе собираем. Прокручиваем еще одну минутку. И все. Больше ничего не надо. Это пусть отдыхает, а наше тесто уже готово. Я лично люблю, когда напален такой яркий, золотистый. То есть цвет, да, люблю хорошенько испечь, да, dark золотистого цвета, да, темно-золотистого цвета, так сказать. Бледное, ничего не люблю бледное. Бледное лицо тоже очень не предпочитаю. Румяное всегда лучше. Сейчас положу на сеточку. Пусть остуживается, чтобы крем совершенно не истекся. Не беспокойтесь, руки у меня огне-пруф. Ждем. Сейчас, как уже представлено, оставляйте, да, что будет дальше. Мажем кремом, собираем, оранжируем. И наш напален легко и просто готов. Видите, как хорошо, когда кто-то за нас делает слоеное тесто. На канале есть я готовила слоеное тесто, но такое тесто, мое тесто, очень хорошо подходит для гата, для мясного пирога, для хачапули. Но для Наполеона не советовала бы. Вот так. Можете туда малину добавить, можете какой-нибудь любимый шоколад, это как растопить и туда-сюда, да, посыпать. Следующий слой. И не бойтесь, можете как бы чуточку прижать. И повторяем, пока весь крем испарится. И видите, эту очень поднятую часть беру для середины, потому что хочу оставить плоскую часть для самого конечного листа, чтобы легко было крем намазать, хотя все равно получается в конце ничего не видно, никто не видно. И если заметили, не знаю, заметили или нет, края не мажу кремом, потому что края я потом порежу, чтобы сыпать, да, сверху посыпать правильно. Почти доходим. Вкусный такой запах крема конячный, карамельный, сливочный. и последний слой пойдет следом. Путочку так прилипнем. Знаю, неправильно сказала, но что-то как бы близко к кистине сказала. сейчас берем наши можно было и заранее кончики порезать, но когда в конце режем, все ровно получается. И совершенно не надо слишком много этих посыпок. чем ровнее, тем профессиональнее выглядит ваш торт. Но мы не донимся за красотой. Мы хотим, чтобы готовили что-то быстрое и вкусное. Сейчас все эти кусочки чуточку как бы измельчим. еще у меня малина есть. есть под рукой малина, можете и малину использовать для дизайна или декора. Сначала малину туда-сюда как бы положу. Потом уже эти корочки маленькие крамс. Малинами пойдут эти маленькие кусочки. Крамс. Иногда забываю важные слова. Но может быть если были важные не забыла бы. Если хотите по краям тоже крем намазать и эти посыпки как бы покрыть посыпками покрыть можете. Тоже вариант. И какой Наполеон без этой волшебной сладкой пудры. Вот видите? легко просто в течение получаса закончили с этим Наполеоном. Сейчас фото сделаем. Кусочек попробую и продвинемся вперед. Если имеете совесть, можете подождать. Но это не совесть, терпение. Ну совесть и терпение. Если имеете, можете положить в холодильник хотя бы на полчаса. я люблю хрустящий Наполеон. Когда из холодильника выносишь, такой мягкий получается, не предпочитаю. Поэтому нужно на короткое время в холодильник и сразу пробовать. Наш шеф пришел пробовать. На рух пласио. На здоровье, на здоровье, это вы говорите. Спасибо. Мамон, вы купите? Он будет все самостоятельно. Сейчас что-то ужасное будет. Ошибись. Мамонелли, Угу. Если шеф сказал это значит очень вкусный. Мамонелли, мягкий? Мамонелли, Мамонелли, Что-то по-английски говорит, не понимаю. Can I have some? Yeah? Против. Спрашиваю, можно попробовать? Да, давай. Говорит, малина очень вкусная. Он малина очень любит. Окей, раз уж не позволяет, отсюда вот кусочек попробую. Я крем немного кладу. Я не люблю крем вообще в жизни и в сущности. Малина действительно очень вкусная. Очень вкусный Наполеон получился. Даже не сладкий, не очень сладкий. и попробуете. скорее всего идея Наполеона или быстрого торта, если мы не делаем слоеное тесто. Чем ли техно? Под ссылкой поставлю пропорции. А масло президент действительно очень вкусное, плотное такое масло. Если увидите во всех супермаркетах и армянских, и американских вэтмик стольс можете найти. Так что у вас музыкальная пауза. Всем огромное спасибо, что посмотрели. Огромнейшее спасибо за вашу поддержку, доброту и за теплые хорошие сладкие слова. Всех вас любим, ценим, уважаем. Увидимся. Кофе поставлю. Спасибо.